У всех есть неправильные привычки, и некоторые из них сильно усложняют самые обычные повседневные задачи. Поэтому существует множество вещей, которые мы делаем не так, но даже не подозреваем об этом. От отрывания бумажек до зарядки телефона и использования туалета. Давайте узнаем, что мы делали неправильно все это время. Минусы душа Итак, вы отложили будильник пять, а может и двадцать раз, и наконец-то проснулись. Ура! Но ничто не поможет проснуться и встретить мир лучше, чем приятный горячий дождь. Но не торопитесь браться за шампунь, потому что находиться под горячей водой слишком долго вообще-то вредно. Чересчур частое принятие душа может смыть полезные бактерии и масла кожи, а это нарушает естественный баланс и вызывает сухость и потрескивание кожи. Кроме того, согласно журналу «Аллергия и клинической иммунологии», частое принятие душа приводит к кожным проблемам вроде экземы. Чтобы избежать зудящего будущего, надо просто сократить количество дней, когда вы моетесь. Но если вы не можете обойтись без ежедневного душа, то мойте, ну, самое важное. Проблемы антиперспиранта После душа вы обычно берете антиперспирант. Но подождите, нужно ли наносить дезодорант прямо сейчас? Если вы прочитаете этикетки большинства дезодорантов, то увидите, что там написано наносить их перед сном. Но в чем тогда смысл? Так как вы менее активны ночью, вы потеете меньше. Поэтому кожа поглощает больше активного ингредиента дезодоранта на основе алюминия, который впитывает и блокирует потовые протоки. Плюс активный ингредиент обычно действует где-то 24 часа, и эффект не исчезнет к утру. Теперь вы знаете об этом и будете потеть намного меньше. Секреты банана О гигиене позаботились, так что пора завтракать. Бананы – отличное и здоровое начало утра. Хотя если один из кончиков слишком мягкий, то утро может сразу испортиться. Но знаете ли вы, что очищать банан со стороны ножки неправильно? Если верить обезьянам, главным знатокам бананов в природе, легче очистить этот вкусный фрукт со стороны соцветия, то есть сверху. Зажмите коричневый кусочек, пока кожура не разделится, и снимите ее. Это проще. А кроме того, такой способ поможет удалить эти неприятные полосочки, которые иногда прилипают к банану после чистки. Теперь вы можете вкушать плоды своего труда. Тонкости пасты Независимо от того, чистите ли вы зубы до или после завтрака, есть вероятность того, что вы и это делаете не так. В рекламах всегда показывают, что надо выдавливать длинные слои зубной пасты на щетку, чтобы не допустить появления кариеса. Но это просто неправда. Длинные слои в рекламах нужны, чтобы паста выглядела намного более привлекательной. А вы использовали ее больше. На самом же деле, одной капли с горошину достаточно, чтобы ваши зубы оставались чистыми. Не знаю, как вы, а лично я после всего этого даже не уверен, правильно ли я дышу. Но я знаю, что каждый может сделать правильно. Нажать на кнопки «Нравится» и подписаться. А теперь давайте узнаем, что еще ежедневно мы делаем не так. Легкое сложение Пришло время заняться делами по дому. Сначала разберем постиранное белье. Хотя это простое занятие, кажется, что оно бесконечно. Если складывать одежду и класть ее в шкаф, останутся неприятные складки. А пытаться превратить шкаф в аккуратную витрину магазина, ну, слишком хлопотно и бесполезно. Или все же нет. Оказывается, можно сложить футболку за три секунды таким способом. Вам тоже это показалось колдовством? Давайте повторим снова. Кладем футболку и зажимаем ее примерно посередине, ближе к краю правой рукой и левой рядом с воротником. Держа футболку, переместите левую руку через правую, чтобы верхняя часть соприкоснулась с нижней. Затем зажмите обе части левой рукой, а потом, приподняв футболку, проденьте через нее правую руку. Чуть встряхните, положите футболку, переверните и вуаля! Она красиво сложена. Возможно, надо будет потренироваться, но когда вы научитесь, складывать одежду будет легко и просто. Неправильный холодильник Далее по списку у нас идет разбор продуктов, среди которых есть коробка свежих яиц. Но если вы хотите выложить их в отделение для яиц на дверце холодильника, то у меня плохие новости. Яйца следует хранить при постоянной температуре ниже 20 градусов, чтобы сохранить свежесть. А дверь холодильника на самом деле самая теплая его часть. Ее часто открывают и закрывают. И яйца подвергаются многократным колебаниям температуры, что ухудшает их качество и они портятся. И, кстати, хотя дверца – идеальное место для молока, его тоже нельзя там хранить. Как и яйца, молоко быстрее портится из-за частых перепадов температуры. Тогда где хранить молоко и яйца, если не на этой самой дверце холодильника? Эксперты советуют ставить скоропортящиеся продукты в заднюю часть основного корпуса, так как там прохладно, и колебания температуры происходят реже. Так что все будет свежим. Хотя у вас освободилось место на дверце, это не значит, что надо запихивать туда все имеющиеся приправы. Да, некоторые естественно сохраненные продукты, вроде джема и соусов, можно хранить на дверце, так как им не важна постоянная температура. А что насчет кетчупа? Многие люди привыкли хранить его в холодильнике, но это абсолютно бесполезно. В кетчупе из магазина обычно содержатся томаты, сахар и уксус, который придает ему особую кислотность. Именно благодаря уксусу соус не портится, и его можно есть при комнатной температуре даже без холодильника. То есть можно освободить место в холодильнике для чего-нибудь другого. Хотя, может быть, вы любите, когда кетчуп холодный. Лично меня от холодного кетчупа на горячей пище начинает тошнить. Это, вероятно, спор, как и с пиццей с ананасами, но напишите в комментариях, как вы его храните. Правильное зачеркивание. Можно вычеркнуть еще одно дело из списка. Хотя зачеркивать все одной линии приятно, это особо не скрывает слова, которые вы записали. Иногда это нормально, но вдруг это что-то тайное, личное или даже неловкое. Например, оплатить штраф, купить нижнее белье или посмотреть видео Логана Пола. Можно яростно зачеркнуть все несколько раз или взять за маску. Но есть более простое решение, которое защитит ваши секреты от других. Вместо прямой линии напишите разные буквы поверх слов, от которых вы хотите избавиться. Из-за этого будет сложно разобрать написанное и тем более прочитать это. И больше никто не узнает о ваших неловких ошибках или темных тайнах. На заметку. Вы вспомнили, что сегодня надо сделать что-то еще и берете липкую бумажку, чтобы быстро записать это. Но когда вы приклеиваете ее, бумажка сворачивается и падает. Обычно мы просто смиряемся с судьбой и сдаемся. Но на самом деле причина в том, что вы все делали не так. Да, опять! Когда вы отрываете листок снизу вверх, липкая линия сгибает бумагу в этом же направлении, поэтому листок остается согнутым. Но если оторвать его сбоку или потянуть вниз, он останется ровным. Наконец-то можно забыть про пропавшие заметки, которые упали куда-то за стол. Скользкие шпильки Если у вас длинные волосы, вы наверняка использовали шпильки, чтобы пряди не попадали в глаза, пока вы занимаетесь делами. Но зачастую эти маленькие шпильки соскальзывают, как только их наденешь. Почему это вообще происходит? Это простые вещи, но вы неправильно ими пользуетесь. Кажется, что волнистая сторона должна быть наверху, но она должна захватывать нижнюю часть волос. То есть шпилька должна быть волнистой стороной вниз и плоской вверх. Это сэкономит время, потраченное на создание прически, и количество шпилек. И вы не будете выглядеть, как эта девушка. Конечно, так волосы не будут мешать, но какой это далось ценой? Разминаться или нет? Наконец-то все дела сделаны, и теперь можно немного размяться. Может слегка пробежаться или сходить в спортзал, но в любом случае сначала надо сделать растяжку. Ведь многим из нас еще в школе говорили, что растяжка перед упражнениями предотвращает мышечные травмы и полезна для работоспособности. Но это совсем не так. От растяжки становится легче, и она увеличивает гибкость. Но нет научных доказательств того, что она уменьшает вероятность получения травм. Исследования показали, что при интенсивных тренировках, как в армии, предварительная разминка не оказывала особого влияния на частоту травм или боль в мышцах. Что еще интереснее, некоторые исследования бега и прыжков показали, что работоспособность в среднем снижается, если начинать с растяжки. Но нескольких исследований, конечно, недостаточно, чтобы превратить это в факт. Разминаться перед тренировкой или нет решать вам. Хотя, возможно, это не так важно, как говорил вам школьный учитель физкультуры. Микроволновые советы Кажется, после тренировки у вас разыгрался аппетит, так что пришло время разогреть еду для обеда. Поставив ее в микроволновку на пару минут, вы затем достаете ее. Но обнаруживаете, что еда по краям обжигающе горячая, а в середине все еще холодная. Все потому, что излучение микроволн распространяется не очень далеко. В зависимости от плотности еды, эти волны проникают только в ограниченное количество пищи. Обычно люди останавливают печь и перемешивают блюда несколько раз. Но у кого вообще есть на это время, Netflix сам себя не посмотрит. Чтобы еда разогрелась равномерно и одновременно, нужно оставить пустоту в середине тарелки, образовав кольцо. Так все будет по краям и начнет греться быстро, не оставляя неприятный холодный центр. А если у вас миска, просто выкопайте ямку посередине, чтобы добиться того же эффекта. Простое и действенное решение. Сезонный вентилятор На улице слегка прохладно, поэтому вы включаете обогреватель, чтобы согреться. Но вы задумывались о том, что в этом поможет потолочный вентилятор, если он у вас есть? Это звучит как-то нелогично, ведь сквозняк от вентиляторов нужен для того, чтобы охладиться летом в жару. Однако у них есть малоизвестная зимняя функция. Обычно вентиляторы работают против часовой стрелки летом, и угол наклона лопастей толкает воздух вниз, к вам. Поэтому по коже проходит холодный воздух, освежая нас. Но если зимой изменить направление вентилятора и снизить его скорость, он будет всасывать холодный воздух и вытаскивать теплый наверх. Такое изменение может сэкономить до 15% на счетах затопления, и вы почувствуете тепло внутри и снаружи. Шапку долой Теперь пора выйти на улицу. Но там так холодно, наверное, надо надеть шапку. Ведь мама и учителя всегда говорили, что вы теряете большую часть тепла через голову. Но если вы пытаетесь согреть все тело исключительно за счет шапки, то вы совершаете ошибку. Прости, мама, но согласно британскому медицинскому журналу, человек теряет от 7 до 10% тепла через голову. Вероятно, миф пошел от военного исследования 70-х годов, согласно которому 45% тепла тела выходит через неприкрытую голову. Вот только научные методы тогда были не совсем правильными и испытуемые были одеты в арктические костюмы, и только головы подвергались воздействию холода. С тех пор ученые стали точнее и позже выяснили, что любая часть, которая выставлена на холоде, пропорционально снижает температуру тела. Так что надо согревать все тело целиком, а не пользоваться только головой. Крутой спаситель пиццы День выдался весьма хорошим, поэтому вы пригласили друзей и заказали пиццу. Но когда вы открываете коробку с вашей прелестью, то увидите странную пластиковую штучку, которая находится прямо посередине. Она похожа на столик, но такое устройство, спаситель пиццы, не дает крышке коробки вдавливаться в блюдо. Это гениальное изобретение, но так как оно несъедобно, многие выкидывают его до того, как начать есть пиццу. Не советую это делать, потому что благодаря ему ваши друзья не будут трогать другие кусочки, беря свой. Конечно, у вас хорошие друзья, но кто знает, где были их загребущие руки до этого. А вот если нажать на спасителя пиццы в один из кусочков, он останется на месте, и можно оторвать нужную вам часть, не касаясь при этом ни теста, ни топпинга. Это идеальное решение для любителей пиццы. Ну, если у вас есть, друзья. Винные тонкости Вы решили устроить шикарный ужин и открыть бутылку вина в придачу пиццы. Классическое сочетание. Налив напиток в красивый бокал, вы, наверное, захотите взять его за дно, ведь это кажется так изысканно. Но на самом деле, бокал не надо так держать, когда вы делаете глоток. Пальцы должны крепко держаться за ножку. Дело в том, что 80-90% вкусовых ощущений вызваны обонянием. Не верите мне? Тогда вспомните, когда у вас была сильная простуда или заложен нос, и какой пресной на вкус была вся еда. Чтобы наилучшим образом ощутить вкус дорогого вина, бокалы сделаны с длинной ножкой, потому что так рука остается подальше от носа, и запах, исходящий от пальцев, не смешивается со вкусом и ароматом вина. Хотя, учитывая, что вы запиваете жирную пиццу вином, вряд ли в этом случае расположение руки будет иметь какое-то значение. Туалетные дела. К сожалению, после вина вас потянуло посетить фаянсовый трон. Стоит признать, что возможность просто встать, расстегнуть ширинку и исправить нужду – одна из многих привилегий мужчины, но это не всегда лучший способ в данном процессе. Если сесть, мужчины смогут опорожнить мочевой пузырь лучше, чем когда они стоят прямо. Все потому, что они могут использовать мышцы живота, чтобы все вытолкнуть, и не придется часто ходить в туалет. Кроме того, это решает вечную проблему с мужской меткостью, что точно обрадует женщин, живущих с мужчинами. Хотя поза важна не только при маленьких делах, но и при больших тоже. Люди сидят на унитазе прямо уже давно, еще со времен Древнего Египта, то есть более 5000 лет назад. Но есть большое «но». В таком положении сохраняется изгиб нижней части кишечника, вызванный огибающей ее лобково-прямокишечной мышцей. Из-за этого приходится тужиться сильнее, выталкивая кал, что может привести к таким проблемам, как геморрой и заболевания толстой кишки. Как нужно облегчаться, не вредя при этом своим внутренним органам? Оказывается, надо просто присесть. Если поднять колены к груди под углом 35 градусов, та прямокишечная мышца расслабится и выпрямит толстую кишку, а заодно и путь. Хотя такая поза облегчает процесс испражнения, некоторые люди забираются на сиденье унитаза, чтобы присесть максимально глубоко. По крайней мере, если верить этим смешным и странным предупреждающим знаком в туалетах разных стран. Вернувшись из туалета, вы слышите знакомое оповещение о низком заряде телефона. Вы же зарядили его пару часов назад. Мы все знаем, что зарядка на смартфонах держится недолго, и отчасти это наша вина, из-за того, что мы неправильно заряжаем их. Как объяснили создатели аккумуляторов Cadex, литий-ионные батареи в телефонах подвергаются стрессу. И прямо как люди, длительный стресс влияет на срок жизни аккумулятора. С низкой зарядкой телефон потребляет постоянный ток и работает при низком напряжении. Оно полезно для жизни аккумулятора, так как это снижает его стресс и увеличивает количество раз, когда аккумулятор можно зарядить. Но если оставить телефон на зарядке при 100%, то эффект будет противоположный. В таком случае идет капельная подзарядка, чтобы эти 100% никуда не делись. Этот высоковольтный заряд держит аккумулятор в сильном напряжении, изнашивая химический состав, что может привести к сбоям в системе и перезагрузке. Так что заряжать телефон ночью или не снимать его с зарядки – плохая идея. Так сколько надо заряжать? Попробуйте делать это небольшими отрезками и нерегулярно – между 30 и 80% заряда. Это, конечно, не остановит износ аккумулятора, но, зная это, вы сможете замедлить его неизбежную кончину хотя бы ненадолго. Наконец, пора попрощаться с друзьями и завалиться спать. В мире нет ничего лучше, чем нырнуть под мягкое одеяло. Однако поза, в которой вы спите, может привести к боли и усталости. Как бы удобно это ни было, спать на животе очень вредно для спины. Когда вы лежите лицом вниз, на позвоночник оказывается сильное давление. И если вы не умеете дышать через подушку и поворачиваете голову, это смещает позвоночник и голову, что вызывает боль в шее и очень сильную. Но если вам очень хочется спать на животе, надо подложить под бедра подушку, чтобы восстановить изгиб спины и снять напряжение. Это отличный повод положить на кровать больше мягких подушек. Но вреден не только сон на животе. Я смотрю на вас, любители спать на боку. Кажется, неважно, на какой стороне спать, но органы с вами не согласятся. Дело в том, что желудок находится на левой стороне тела. Если вы спите на правой, то ужин переваривается против гравитации, что замедляет процесс и даже вызывает ночную изжогу. Так что лучше перевернуться на левый бок, чтобы спать по-настоящему спокойно. Какая моя любимая поза? Джентльмен не делится секретами. Незамороженное мороженое Уже ночь, но никогда не поздно перекусить в темноте. И вы вспомнили, что у вас в морозилке лежит вскрытая упаковка мороженого. Джекпот! Вчера в магазине оно было мягким и таким аппетитным. Но теперь, меньше чем через сутки, оно стало твердым, как камень в морозилке. Просто когда герметичная упаковка мороженого открывается, водяной пар в воздухе начинает замерзать и образовывать твердые кристаллы льда. И чем больше воздуха в морозилке, тем тверже становится мороженое. Многие буквально пытаются вырезать куски, как одержимые с сахаром пещерные люди. Но вообще-то это можно предотвратить. Просто прижмите слой вощеной бумаги или полиэтиленовой пленки к мороженому, прежде чем закрыть крышку. Или положите упаковку в пластиковый пакет. Воздух не пройдет, а значит мороженое останется мягким, и его можно будет спокойно поесть. Оказывается, я почти все из этого делал неправильно. Я даже не удивлен. А что из этих вещей вы делали неправильно всю свою жизнь? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!